Сельское хозяйство и экология На прошлой лекции мы и говорили, уже это вторая часть этой лекции, но на два часа рассчитана. Что можно сказать за корма? Мы говорили за КТП-6, КТП-4. Есть еще такие сенокосилки, как однобруска называется. То есть однобруска предназначена для кошения сена тоже, но в неудобьях, в низинах, где не могут пройти двух- и трехбрусные агрегаты. Да, действительно, если на однобруске работать, но горючий в два раза больше сжигается, но где, например, косят его, где загущенные посевы, травостой стоит, густой, где 8-10 центнеров дают с гектара. В основном у нас сено, есть естественные сенокосы и есть сеянные травы. Сейчас в основном, как можно сказать, из-за нехватки денежных средств, из-за нехватки времени, трахторов и так далее, в основном все надеются на естественные сенокосы. Естественные сенокосы – это ковыль, степная трава, это везде. Конечно, тут преимущество имеет лиманное орошение, где весной, например, скапливается вода, и после где-то месяц стоит вода, потом вода сходит, и трава действительно густая растет. Вот в неудобьях, где вот это, я говорил, в однобруске применяют, там очень большой набор, поэтому применяют вот это однобрусные сенокосилки. Но предпочтение всегда дается сеянным травам. Сеянные травы – это житняки и суданская трава. Их убирает, я как говорил, во время уже цветения. Суданскую траву всегда мы стараемся валить на свал, потому что там масса большая и влажность большая. Если напрямую косить, то оно будет гнить, гнить в стогах, в скирдах и так далее. Житняки – тоже сеянные травы, но житняки в основном можно убирать, например, не например, а действительно убирает напрямую. Вот, сенокосилками, вот, сенокосилками. Также можно житняки убирать, но это в моей практике было. Мы убирали, если густые, есть урожайный год или, говорим мы, благоприятный год. Что для сена, заготовки кормов, что для урожая. Вот в эти благоприятные годы, когда густо растет житняк или многолетние травы, мы всегда, я сам на практике, всегда убирал его комбайнами, то есть прямое комбинирование. Комбайны СК-5, НИБА, Енисеи выходят и напрямую его косят, и сразу ложат вкопно, через скопнитель пропускается, через клавиши и все, вкопнители. И это преимущество его, вот этого прямого комбинирования, можно так сказать. То, что нету как мертвого сена, мертвого сена, мертвой травы. Да, его можно и косить, сейные травы житняк, можно косить и сенокосилками. Но тогда в сенокосилках грабли убирают все, что лежит, или погибло, или упало, все, что со старцом. Вот, где-то 20-15-20% сена, это старые или гиблые сена, погибшие. А при прямом комбинировании, через комбайн, тогда сено получается у нас как чай зеленый-зеленый. Вот, качество очень высокое. А зимую рожь, а зимую рожь, когда она сено убирает, мы тоже убирали комбайнами, комбайнами, но двумя методами мы убирали. Мы комбайнами убирали жадкой, ЖВН-6, это жадка, волковат в навесной. Шесть, это шесть метров ширина захвата. Жадка состоит из транспортера, ленточный транспортер. И одна сторона жадки, как окно. Вот, через это окно у нас высыпается, или как там, оставится волок. Но, также, когда не успевали, мы даем ржи немного больше времени, чтобы не сгнило, влажность уменьшить. И напрямую комбайн косили, и тоже сразу через копнитель на поле ложили копно. Это тоже преимущество хорошее, потери почти нет. Вот, через копнитель, когда идет, через 2-3 дня мы эти копно, к 700-м, есть этот толкатель, или этот, и сталкивают большие копно. Уже эти копно, которые в ряду, сталкивают большие копно, потом перевозят, вот это все, когда мешается, сено не дают сгореть. Вот, это рассыпное, вчера мы говорили, запрессованное сено, а вот это рассыпное сено. Рассыпное сено, да, преимущество тут, конечно, у нас затягивается, сроки уборки, потери бывают. Дожди зачастую, если пройдет в копнах или в скирдах, она есть порча, где-то верхний слой промыкает дождем. Но это рассыпное сено, тоже очень отличного качества. Скирдует у нас СШР 1,5, СШР 1,5, это стагометатель называется. Он на 6-7 метров высотой скирдует, сено получается очень хорошего качества. Верх сена мы всегда закругляем для того, чтобы дожди, осенние дожди, весенние, чтобы зимний, например, снег, оно должно не промокать. Мы, если говорили за житники, житники же тоже во время цветения, чтобы вот этот колос, колос не успел созреть. Если колос созреть и у нас выпадет зерно, так скажем, то уже качество на житнике теряется. В основном у нас корма делится на сколько? На три вида. Это грубые корма, грубым кормам относятся сено, солома. Концентрированные корма, это зернофураж любого зерна. И сочные корма, это силос, сенаж, витамины травяную муку раньше мы тоже заготавливали, тоже для животноводства. Солома. Раньше в Союзе, можно так сказать, все комбайны шли с копнителями. Это Нивы, Енисей, Дон, все они были с копнителями сзади. Солома у нас тоже шла как корм, как грубый корм, но соломы тоже делятся на качество. Например, самое хорошее качество – это ячменная солома, просяные соломы, солома, пшеничная, овсяная солома. Самое уже такого плохого качества – это ржаная солома. Солома тоже применялась, и рацион кормов составлялся. Например, если утром дают солому, в обед дают сено, наоборот, в обед дают силос, вечером дают уже сено. Но конскорма тоже мешает. И тогда, когда за весь зимний период скот должен в хорошем упитанности выйти, потому что к весне начинается у них отел, окот, и коровы должны зиму, или скот вернее, скот должен зиму провести. Хорошо, для этого надо качественно кормов заготовить, качественная корма. Обязательно концентрированная корма любому скоту за зимний период мы должны употреблять. Они должны по 200 грамм, например, козы, овцы, по 1,5-2 килограмма на крупный рогатый скот мы всегда заготавливали зернофуража. Зернофураж, мы говорим, всегда идет через дробленку, целыми нельзя давать, потому что оно полностью не переваривается, а выходит напрямую с навозом. Вот поэтому всегда мы или должны пропаривать. Если по этой теме, по заготовке кормов, будут какие-то неясности, будут какие-то вопросы возникать, я, пожалуй, всегда могу ответить. Вы мои контактные телефоны знаете. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова